Покупала эти камеры для того, чтобы поставить их на вот эту вот машинку. Машинка покупалась малома, она не радиоуправляемая, но сюда можно поставить кучу модуля и сделать радиоуправляемая. Так вот, покупались эти камеры для того, чтобы поставить сюда, подключить все это естественно по Wi-Fi, управлять машинкой по Wi-Fi, ну и заодно смотреть, куда все оно едет. К сожалению, реализация проекта была так себе, почему? Потому что куда-то доезжала машинка и там она и оставалась, там где покрытие Wi-Fi было похуже, все, все, доехала и до свидусь. Сама машинка малому зашла однозначно. Вот потом у меня в доме появился Home Assistant, интеграция этой камеры в Home Assistant, ну скажем так, мне показалось до безобразия детской, поэтому я не баловался, я забил на это дело и не подходил очень-очень длительное время. До того момента, пока я не встретил вот такой вот проект, Has Side Hound. В общем, проект, цель проекта заключается в том, что у вас есть номер автомобиля, автомобиль подъезжает к гаражным воротам, с помощью этой камеры распознается номер и гаражные ворота открываются, если номер совпадает. И я так думаю, чё? А потом я как-то нашел раздел, в разделе Integrations, я нашел вот такое, Image Processing. И как оказалось, с подобными камерами и с этой камерой можно делать распознавание преобладающего цвета, распознавание лица, идентификации лица, распознавание предметов, распознавание движения в камере. Не просто по датчику движения, а по камере. Ну, в принципе, это делает большинство современных камер, которые предназначены для безопасности. Опять же, лица, опять же, лица, распознавание QR-кода, распознавание каких-то семисегментного дисплея, распознавание номеров автомобилей. Короче, я задумался и почему бы чего-нибудь не сделать такого. Я планирую сделать несколько серий, потому что уже столкнулся с тем, что довольно объемный материал. Сегодня мы посмотрим только аппаратную часть, что можно сделать именно с этой камерой, что можно вырезать, чтобы сделать еще больше. И сделаем простую автоматизацию. У нас, например, либо при касании на JPO 12 или JPO 14 у нас будет происходить фотографирование и отправка фотографии на Telegram. Ну, например, вот так вот. Клац. И вот, пожалуйста, Telegram нам только что прислал сообщение. Вот, пожалуйста, моя фотоморда бородатая, не бритая. Нужно это для того, например, чтобы дверной звонок или по сработке датчика движения. У вас камера снимала, делала снапшотик и отправляла все это с помощью Telegram к вам в чат. Для этого вам понадобится интеграция TelegramBot, камера. Ну, что там еще? Ну, короче, в процессе будем заниматься. Поехали смотреть аппаратную часть. Очень много информации есть на сайте RandomNordTutorials и, в принципе, там я эту информацию беру. Там, во-первых, есть распиновки, во-вторых, есть готовые программы, что как подключать. Опять же, кара робот, но я не отсюда брал программу. Нашел гораздо позже все это дело. Нас интересует там схема и распиновка. На схеме показываю сразу. Вот этот вывод, видите, написано NC. Этот шпио... какой у нас там? Этот шпио 12. NC означает ничего нет. Not connected, не подключено. Этого резистора нет. Использовать вы можете спокойно шпио 12 и шпио 14, потому что они ни к чему не подключены. Шпио 14, шпио 12. Шпио 13, 15 и 2. Там, ну, для того, чтобы использовать, нужно взять вот эти вот резисторы. Я постараюсь делать фотку и прислать. Вернее, красиво нарисовать. Вот эти резисторы. Вот шпио 12 его нет. Потом идет 15, 13 и, по-моему, второй. Последний резистор этот шпио 4. Вырезать его нет смысла, потому что он еще идет на вспышку. Идет шпио 4 и идет на sd карту. Но дело в том, что с VSP Home пока эту карту никак не используют. Поэтому, ну, это есть на плате, но использовать мы не можем. Итак, светодиод, чтобы включить, нужно подавать единичку на шпио 4. Шпио 14, шпио 12 можно использовать как угодно. АЦП, пожалуйста, тачпад. На борту у нас стоит камень ESP32S. Это самый, наверное, простая ESP. Это одноядерная, самая слабенькая, очень слабенькая. На борту у нас стабилизатор питания на 3.3 вольт, AMS1117 и PS-RAM. И вот шпио 16 идет как раз на PS-RAM. Это псевдостатическая память в качестве выборки в CS. Чип-селект, выбор кристалла. Управляет PS-RAM, поэтому его мы использовать не можем. Чпио 0 нужен для того, чтобы прошивать. Это 3.3 вольта, либо 5. Не подавайте 3.3. Подавайте 5, потому что при 3.3 оно будет паскудно работать, возможны глюки. Выход. Вот это выход 3.3 вольта, либо 5. И если вы посмотрите, то тут есть резюк. Вот два места под резистор. Вот два места под резистор. И написано 5 вольт пусто, нет резистора и 3.3 вольта. Есть резюк перемычка. На выход VCC сейчас идет 3 вольта. шпио 3, шпио 1. Это RX-TX этого модуля. Не стоит его занимать, потому что лог вы будете снимать. Видите логирование, вы будете через вот эти выводы. Поэтому не стоит абсолютно их занимать вообще от слова совсем. У этой камеры есть одно жирнющее, самое жирное, наверное, преимущество среди всех одноклассников. Вместе с камерой 2-мегапиксельной и вместе с вот такой вот платочкой это все удовольствие с доставкой стоит 7,5 баксов. Честно скажу, это это самая дешевая камера и причем с ней можно чудить все что угодно. Хорошего качества не ожидайте. Это все-таки не айфоновские 12-мегапиксельные камеры с подсветкой инфракрасной и так далее. Это обычная камера. Для нее нужно хороший свет и 2 мегапикселя это максимум 1600 на 1200. И загонять в 30 фпс точно нельзя абсолютно. Итак, материнская плата. Вот такая вот материнская плата, запитывается. Вот здесь стоит стабилизатор, он нужен только для питания. Сея 440c, он очень слабенький, ничего другого с него не запитаете. И здесь на ней есть USB UART и на ней есть кнопки сброса, кнопки включения бутлоадера. Вот шпио 0 и есть светодиоды, которые светятся, если сюда подать питание. И вот, пожалуйста, светодиод включился. Показывает, что у нас сюда подключено 5 вольт. Нам это пока не надо. Камера, которая идет в комплектации там, где я покупаю, это 2 сантиметра 66 градусов. То есть шлейф 2 сантиметра, камера 66 градусов всего лишь довольно мало показывает. И опять же, это 2 мегапикселя. Это OV2640. Я видел такие модули в продаже с камерами OV7640. Не берите 0.3 мегапиксела. Это довольно мало. Еще есть M5Stack. Камеры у них вот такие похожие устройства, но отличающиеся. У них там 3 мегапиксельная камера. 5 мегапиксельные OV5640. Использовать на этих устройствах, ну, во-первых, нет смысла. Во-вторых, ну не потянет процессор. Такие мощные камеры, такие массивные камеры. Это все будет жутко тормозить, плохо работать. Поэтому с Raspberry Pi можно использовать. С этими штуками нет. Камеры вы можете купить разные. Есть 66 градусов, 120 градусов, 160 градусов. Есть длина 7,5 шлейфа. Есть длина 20 сантиметров шлейфа. То есть с камерами тоже вариантов много. Есть еще какая-то вот ночная версия. Я так понимаю, что там есть инфракрасная подсветка встроена. Хотя кто его знает, что там есть. Может матрица другая. Камеры, ну, опять же, с доставкой 5 баксов. Но я думаю, что можно найти немножко и подешевле. И еще есть важный момент, то что используется та антенна, которая на печатной плате. Но вы можете подключать внешнюю антенну и качество связи существенно улучшается. Для этого вот здесь нужно поменять перемычки местами. Отпаять отсюда, припаять отсюда. Все. Светодиодик LED 1, который вот здесь светится в не оригинальном айсинкере красным. Он находится на NUTCH PO33 и он инвертированный. То есть он управляется нулем. Мы можем его включать-выключать. Можем включать-выключать вспышку NUTCH PO4. Давайте его сейчас быстренько прокинем в ESP Home. Нажимаем на ESP Home. Добавить новую ноду. Выбираем там какую-нибудь ноду CAM1. Указываем логин, указываем пароль Wi-Fi. Создать и оно предлагает ESP.32. Создать. Все. У вас создастся новая нода. Редактировать. Обязательно там пусть будет веб-сервер. Обязательно. Потому что очень удобно заходить и смотреть, что вот Flash LED выключен. Я вот так вот сделаю. Потому что ярко довольно светит. С маленький светодиодик, который там внутри камеры нет. Не то. Вот. Тоже его можно включать. И тачпад. Тачпад у нас на 12. Сейчас будем смотреть тачпад. Вот 12. Блин. Еще у нас автоматизация настроена, что он фотографию делает. Ну вот. Включается, выключается. Веб-сервер позволит как минимум отслеживать некоторые моменты. Потом в дальнейшем его можно будет отключать. Я пример этот выложу сразу. В первом же комментарий, что вы в нем найдете. В принципе, сам пример взят с ESP Home I.O. Ничего в нем особенного нет, кроме некоторых моментов. Все-таки я выставил максимальный фреймрейт, когда нажимаете на окошко и оно показывает, как видеокамера. Я выставил 5. Можно выставить, наверное, 20. Нужно следить, чтобы не грелся ESP.32 модуль. Будет греться, будет, будет пахнуть жареными чипами. А если загнать на 1600 на 1200 при 30 фпсах, гарантированно перегреется. Есть вариант, что ему поплохее. Но вот не хотите слышать запах жареных микросхем, не загоняйте их на максимум работы. idle frame rate означает, что 0.2 фпс, это раз в 5 секунд делается idle. Вот у нас idle. Просто вот эта вот картинка, это и есть idle. Раз в 5 секунд она меняется. Так. Ну меняйся. Поменялось, но еще не так поменялось. А здесь у нас 5 фпс. Ну, как вы видите, 5 фпс довольно маловато. Можно попробовать 10, 15, 20 и выйти на более-менее правильный режим. Точно также добавляем сразу два свитча. Первый свитч платформа JPIO PIN 4. Это вот этот вот светодиодик. И второй свитч это платформа JPIO 33. Это тот светодиодик, который там внутри. Он инвертирует, инвертирован. Поэтому указываем inverted true. Включаем ESP touch. Возможность работать с тачами. И добавляем бинарный сенсор на JPIO 12 или на JPIO 14. Как вам заблагорассудится. Но я сразу поставил условие, что при нажатии, при нажатии на этот бинарный сенсор, при дотрагивании к бинарному сенсору, у нас сразу включается светодиодик. Как только его отпускает, светодиодик гаснет. Но еще добавил на всякий случай платформу Wi-Fi для того, чтобы смотреть, какая мощность сигнала. Инсталлировать. Первая инсталляция у вас будет вручную. После того, как все откомпилируется, делаете скачивание. Сохраняете файлик. Называете его как нибудь. И с помощью ESP Home Flasher выбираете, где ваша камера на каком порту находится. Выбираете файлик ваш и флешите. Сразу же после подключения оно покажет вам айпишник, на котором все это дело подключилось. Вернее как он определился в вашей Wi-Fi сети. Может случиться так, что например вы не сможете поймать, где тут понять, где тут ваш адрес. Вот он у меня. 192.168.1.4147. Довольно все быстро бегает. Вот. Заходите на роутер 192.168.1.1. Логин, пароль. Список устройств. Ну и смотрите, где определилась ваша ESP. У меня она вот. ESP 002.192.168.1.47. Этот адрес я использую вот здесь для того, чтобы просматривать информацию через веб сервер. Если вы все сделали правильно, правильно указали SSD, Wi-Fi и пароль, то у вас после первого включения заходите в настройки интеграции ESP Home и здесь будет обнаружено новое устройство камера 2 и ну и так далее. Заходим на камеру 2, смотрим какие объекты подтянулись. Все прекрасно. Обзор. Я даже сделал специально каталог специально карточку для видеокамер. Изменить панель. Добавить карточку Picture Entity. И здесь мы пишем камера. Камера 2. Картинку нам не нужна. И здесь у нас будет камера 2. Все. Сохраняемся. И у нас, как вы видите, появилась вот такая вот картиночка. По-моему сейчас на 10 фпсах. Нажимаем, смотрим на видео и копировать URL картинки. И почему неудобно работать с именно с этой, именно с такой реализацией через ESP Home? Почему? Потому что у вас в URL будет вот такая вот штука. Это токен безопасности, который время от времени будет меняться. Можно, конечно, запариться и сделать Long Term токены. Но мне лень. Я это сделаю. Запись видео я сделаю немножко по-другому с открытой камерой без всяких токенов. Но опять же, хотите запариваться, пожалуйста, ищите Long Term токены. А вот теперь нам нужно сделать автоматизацию, которая будет использовать вот такую интеграцию. Камера. Камера Snapshot. Мы будем делать Snapshot. Куда-то складывать его в какой-то файлик. И потом с помощью другой интеграции. Интеграция называется Telegram Bot. Вам придется познакомиться с платформой Telegram и по инструкции сделать Telegram Bot. И вот эта интеграция позволяет делать вот такое. Telegram Bot Send Message и Telegram Bot Send Photo. И мы будем это использовать для того, чтобы отправить картинку куда-то там. Ну, вернее, нам лично в наш чат. В интеграции Telegram Bot вы также увидите еще Send Video. То, что сообщение посылать можно, это вообще не проблема. Send Video. Но момент заключается в том, что видео должно быть записано в кодеке либо H.264, по-моему, либо H.265. У нас кодек, к сожалению, MJPEG. И поэтому видео, которое можно сделать с этой камерой и прислать, в Telegram вы не откроете. Поэтому нужно будет воспользоваться костылями. А вот в интеграции камера, которая, кстати, довольно популярна, 51% инсталляции Home Assistant использует эту интеграцию. Там есть такая штука Record и PlayStream. Ну, для того, чтобы проигрывать стрим, вам нужно какое-то медиа-устройство, на котором все это будет проигрываться. А для того, чтобы сделать запись, вам нужна видеокамера, которая будет передавать в H. video. Именно, видео кодировать в H.265, H.264. Но, к сожалению, наша SP32CAM не умеет H.264 и H.265. Поэтому мы еще посмотрим, что такое FF-MPEG. И с помощью командной строки будем отправлять видео. Снимать видео с камеры и отправлять видео куда-то там. Но это будет уже в следующей серии. Это такой маленький-маленький спойлер. Эта камера кодирует видео в специфичном формате. Называется формат MJPEG. Это скорее, как бы вам сказать, это скорее набор MJPEG-картина, которые друг-дружка идут за друг-дружкой. Это не H.264. Уведомления можно делать не только с помощью Telegram, но и из стандартных приложений, типа Notify.Notify, например, можно делать. Но там есть маленький нюанс, что файлик, который помещен, например, в каталог Медиа, вы его получить не сможете удаленно, потому что каталог Медиа закрыт. Поэтому вам нужно будет создать каталог ВВВ в конфигурационной директории Home Assistant. Заходим в файловый редактор. Нажимаем на папочку и смотрим. Директория конфиг и у меня уже создан ВВВ. Обязательно создайте, обязательно создайте это через Home Assistant, чтобы прописались правильные права. И обязательно перезагрузите Home Assistant. Тогда Home Assistant поймет, что те данные, которые находятся в этой папке, он сможет транслировать в мир. То есть можно зайти с любой точки интернета и посмотреть на файлик, который находится конкретно здесь. Например, у меня вот сейчас сохраняется фотка, но еще есть маленький момент. То, что вы запишите в папочку конфиг.ввв, будет у вас отображаться как локал. Например, файл вы записываете в файл шпек, вы записываете в папочку ввв, но через интернет вы сможете посмотреть его, как будто он находится в папочке локал. Вот такая вот замена. Зачем это делается, я тоже как бы не знаю, не понимаю цели. Ну, написали бы просто косая черта файл. Но явно в этом что-то есть. И теперь, если у вас заведен DNS дополнительно облачный, рекомендую, кстати, DuckDNS. С помощью этой штуки вы сможете завести облачный себе DNS. И вот у нас облачный DNS, указан порт Home Assistant, папочка указана local, вернее транслируется как local. И вот наша картинка, которая сделана. Давайте я еще раз классную и сделаю еще картиночку. Так, вот и обновить. Ну вот, пожалуйста. Картинка сохраняется в папочке. И вы можете доступаться туда с интернета. Если вдруг вы захотите сделать еще и нотификацию через Home Assistant. Но я не понимаю. Можно, конечно, дублировать. Я не понимаю, зачем дублировать. То вам надо будет вызывать сервис Notify. Notify и указывать данные. Сообщения, там титры какие-то. Также можно добавить картинку. Картинка указывается как URL к вашей картинке. Поэтому папочка www вам тут пригодится по полной программе. И можно еще добавить клик actions. Для того, чтобы при нажатии на ту иконочку. Там маленькая иконочка присылается. Вы получали нормальную полноценную картинку. Зашли. Вернее, там вас перебросит на веб-браузер. И вы увидите картинку. Удобно? Удобно. Но это только для Notify, Notify. Для Home Assistant. А сейчас предлагаю зайти в настройки автоматизации. Добавить автоматизацию. Какое-нибудь название придумаем. Название вообще не имеет значения. Делаем фотку. В качестве устройства, которое будет триггером. Мы выбираем опять же нашу камеру. Можно выбирать, например, датчик движения. Камера, камера 2. И у нас там есть что у нас там. Тачпад включается. В качестве действия мы выбираем ту же нашу камеру. Выбираем, вызываем службу. Камера Snapshot. Выбираем устройство камера 2. И куда мы будем сохранять. Так как у нас уже есть папочка www. Мы будем сохранять в папочку config www. Назвем как-нибудь файлик там, чего-то там, фото чего-то там. Файлики будут перезаписываться, если вы делаете через Home Assistant. Все это через автоматизацию. Потому что в другом случае нам придется еще и принудительно удалять. Потом вызываем службу Telegram. Telegram bot send photo. Для удобства можно еще добавить одну службу Telegram bot send message и указать, например, там дату. Затем указываем локальный путь к нашей картинке. Хотите, пожалуйста, у вас уже есть возможность полный URL указывать. Сохраняемся и запускаем. Проверяем, что у нас получится. Сервер. Проверяем все ли правильно. И перезагружаем автоматизацию. А теперь осталось только запустить автоматизацию и посмотреть, что получится. Запускаем. О! И вот моментально пришла фотка. Ура! Работает. Если вы напишите в комментариях, где вы использовали эту камеру. Может у вас какие-то идеи есть по использованию камеры и Home Assistant совмещенно. Следующая серия. Напоминаю, мы пишем коротенькое видео и отправляем его на Telegram. Там мы познакомимся с FF MPEG. Если понравилось, ставьте лайкосики. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok